Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, я у них продолжаю подтаскивать что-то, у них новенькое там где-то что-то как-то появляется, сразу же бегу к ним, прошу, они говорят, без проблем, уже с деком летит до тебя посылка. Дохлый кролик с боковым, с нижним обдувом, там с комплектацией, с дриптипами, со всеми вот этими делами. Короче говоря, обо всем этом поподробнее расскажу тебе в приближенном рассмотрении, поэтому прямо сейчас я покажу тебе данную дрипку поближе. Вот в такой коробочке, естественно, с сайта GoSmoke ко мне пришел, пришло это самое, Detrebit Pro, RDA. Еще одна дохлая крольчательная, теперь профессионально, максимально профессиональная. Цвет Mati Black, и написано Free, смотрите, Free в подарок, в подарок, вот колечко и дриптип в подарок, Free. Конечно, нахрен, мы тут за все заплатили, не может быть тут никаких подарков. Вот так выглядит комплектация нашего устройства, то есть как бы дрипка вот так смещена в бок, тут отдельно написано Free, смотрите, мы вам в подарок положили колечко на колечко кольцо, и дриптипчик красивый, ну и конечно отдельно короба с дополнительной комплектацией. Обожаю коробки их, просто хер вытащишь отсюда, вот на самом деле не очень большая дрипка, выглядит симпатично и аккуратно. Также бесплатное колечко, вот такое вот, ну это кольцо регулировки обдува для красоты. Для вот этого колечка в цвет у нас есть заниженный красивый такой вот пластиковый дриптип, дриптип мне нравится, красивый, симпатичный, и цвет приятненький, и такой коралловый. Конечно же инструкция по эксплуатации версии 1.0, я не перестану их стебать, то есть видимо 1.0 будут какие-то дополнения, там 1.1, 1.3 и так далее. Раздербаним коробочку с дополнительной комплектацией, тут как всегда под самую горловину на толкана всякого. Отдельно у нас пакет для первого запуска, лойс за первый запуск у нас уже присутствует, 2 койлика, 2 ваточки, то есть ватошнурки здесь присутствуют. Опять же неплохие койлы, то есть типа ничего плохого я про них сказать не могу, такие стандартные комплектные койлички, неплохо намотанные, но опять же у меня есть койлы намотанные русскими руками, поэтому я их поставлю. Моя любимая лесенка для подрезания ножек койлов, то есть здесь у нас отмечены разные миллиметры, как всегда показано 5 миллиметров, редко когда какое-то другое значение они указывают, там типа 4 или 6, вот всегда как бы стрелочка стоит, ну не всегда, практически всегда в 99% стоит стрелочка на подрезании в 5 миллиметров ножки койла. И отдельно пакетчик с дополнительной комплектацией, здесь у нас есть 4 винтика, конечно же в комплекте есть сквонг-пин, куда же без него, дрипка для сквонга естественно нам нужна, шестигранная кочерга для смены вот этих вот самых пинов, отверточка любимая китайская синяя, естественно все винты у нас шлицевые, как я люблю, ну и целая куча рингов всяких разных, то есть пакетик для поддержания работоспособности в наличии. Профессиональный кролик от ребят с компанией Hellvape, он на 24 миллиметра, что на самом деле странновато, то есть я ее когда в руки взял, мне показалось, что эта дрипка побольше, там типа она 25 или 26, нет, она просто так выглядит за счет вот этого вот постепенного ступенчатого расширения, кажется, что она как будто бы больше, но нет, эта дрипка на 24 миллиметра, я все померил штангенциркулем. Наверху есть симпатичнейший дриптипчик, вот такой вот естественно, это вот эти самые дриптипы, которые там АГ+, то есть там серебро туда-сюда, антибактериальные и так далее, написано Hellvape, то есть это такой же вот как в комплекте у нас есть заниженный дриптип, такого же абсолютно размера, только он у нас многосоставной, то есть внутри у нас выглядит вот таким образом, сверху есть приятная такая красная нашлепка, черная полоса с надписью Hellvape. На самом деле дриптип очень не стыдный, приятный, симпатичный, хороший дриптип. Далее мы разбираемся с купольной частью нашей дрипки и здесь у нас купол с двумя регулировками обдува, то есть в нашей дрипке как бы есть нижний обдув, как бы есть нижний, и также есть боковой обдув. Верхнее кольцо у нас отвечает за боковой обдув, оно у нас со стопором, поворачивается влево-вправо, но и так как у нас есть в комплекте вот такое вот, естественно оно у нас будет съемным. То есть у нас здесь есть стопор на снятие, что очень-очень важно на самом деле, потому что я изначально хотел эту дрипку очень сильно поругать за это, но потом допер то, что я не совсем умный человек. То есть когда мы открываем обдув, у нас не сдергивается это кольцо, когда мы закрываем обдув, оно у нас сдергивается. Мы можем его заменить на то, которое нам положили ребята в комплекте, вот такое вот прекрасненькое, чтобы вот такая вот какая-то неистовая красота была. Ну опять же какая-никакая кастомизация, может быть там ты типа под какой-то бокс-мод подберешь или еще что-нибудь типа того, то есть типа можно как-то видоизменить внешний вид своего устройства. Открываем, закрываем, снимаем. И также нижний обдув регулируется у нас отдельным кольцом, открыто-закрыто. У нас есть здесь стопор на открытие-закрытие, но у нас нет стопора на снятие. То есть он у нас снимается и в закрытом состоянии, то есть вот я его снимаю в закрытом состоянии, возвращаю его назад и в открытом состоянии он естественно также снимается, потому что стопор на открытие нам нужен только вот здесь. Для того, чтобы когда ты эту дрипку хочешь обскрыть, скажем так, то есть снять купол, чтобы у тебя вместе с куполом не послетали все кольца. Понятное дело, что за этим моментом надо как-никак следить, чтобы у тебя вот типа всегда открытый обдув, то есть обдув открыл и потом дрипку снимаешь сверху. Потому что если ты это попытаешься сделать с закрытым обдувом, ты потянешь наверх и сдернешь нахрен либо верхнее кольцо, либо сразу же два кольца вот таким вот образом, а дрипка у тебя останется на месте. Сама купольная часть внутри у нас, естественно, очень сильно заужена. У нее есть все необходимые вот эти вот проточки, выточки и так далее. Судя по вот этим вот вставышам по бокам, это у нас и есть стопорат. Купольная часть будет находиться монолитно на базе нашей дрипки, то есть она не будет никак регулироваться, крутиться, вертеться. И все это из-за того, что у нас нижний обдув у нас установлен на месте, стационарно и никуда не поворачивается, потому что напротив него, естественно, есть отверстие. Если мы их будем смещать, дуть будет куда попало, а не туда, куда нам надо. Как-то вот так это все выглядит. Но единственное, что вот наверху вот это заужение опять сильное довольно-таки. Давайте, чтобы раньше времени не возмущаться, мы просто померяем верхний дриптип. Давай-ка сбросим. Я уже увидел там цифру 18 миллиметров. Да, это более чем нормально, то есть огромное количество всяких разных дриптипов есть на 18 миллиметров. Тут у тебя не будет какой-то проблемы подобрать другой дриптип, но на самом деле я не знаю зачем. Потому что комплектные более чем красивые и симпатичные, и у меня нет никакого желания их заменить. Ну и переходим к самому интересному. Это база нашего устройства, и выглядит она вот таким образом. То есть ты понял, каким макаром они реализовали здесь вот этот самый нижний обдув. То есть наши отверстия, вот эти вот нижние дупла, они у нас будут совпадать с вот этими вот отверстиями. И отсюда воздух будет сразу же задуваться туда, ударяться в стенку и залетать вот здесь вот наверх, ровно под нашим койлом. Я, наверное, все-таки попробую койл здесь расположить не ближе друг к другу, а вот так вот как бы вертикально, чтобы у нас снизу он нормально обдувался, и таким образом он еще ближе будет у нас к стенке обдува вот сюда. То есть как-то это все должно в принципе на самом-то деле и работать. Но это естественно мы все проверим. У нас есть какая-никакая ванночка внутри, то есть типа она хоть у нас и разделена вот этой вот вставкой по центру, но опять же типа ванна будет заполняться довольно-таки хорошо. Единственное, что эта дрипка будет неправильно работать со сквонком, естественно, потому что у нас вот типа по центру сквонк, и здесь вот он по центру сквонк будет, дырка будет сквозная, сверху она ничем не прикрыта, то есть если какие-то бульки, хлюпы, это все будет вылетать у тебя, естественно, из дриптипа, от этого ты никуда не денешься, это мы уже годами все дело проверяли. Тут нужен какой-то козырек, который будет прикрывать у нас вот эту вот верхнюю часть. Козырька этого, естественно, никакого нет, поэтому будет подхлюпывать. Но опять же, типа если будешь следить за уровнем жидкости в бутылке, ничего у тебя не будет, нигде выливаться или переливаться. По бокам мы будем в эти вот канавочки с той и с другой стороны укладывать вату. Все, в принципе, выглядит довольно-таки работоспособно. Но, естественно, на жопке нашего устройства написано Dead Rabbit Pro RDA, логотип компании Hellwapy, вот здесь еще оставили место, написано коллаборация с Мишей и коробкой. Вот так вот тут должно быть написано, но, к сожалению, не написано. Сертификаты, конечно же, на дне, куда их еще больше припихать здесь. Естественно, только здесь им и место, чтобы их видно не было, и пин, который мы можем заменить на сквонк пин. И вот я сейчас по нему постукал, и вот мне интересно, это вот винтики в стойках здесь вот бзыкают, недокручены, или вот этот вот пин. Конечно же, в первую очередь, когда ты приобретаешь какое-либо устройство, тебе необходимо его, во-первых, помыть, а во-вторых, его нужно протянуть. То есть отдельно нужно подтянуть пин, все эти моменты проверить, потому что на заводе, там я не знаю, как это все собирается, лучше как бы перебздеть. На бога надейся, а сам не плашай. В кадре появляется Finder 250, и естественно, сейчас под веселую и зажигательную музыку мы будем устанавливать сюда койличек, конечно же. Вот таким образом в приближенном рассмотрении выглядела дрипка Dead Rabbit Pro от ребят с компании Hellwap. Я надеюсь, ты все как следует рассмотрел, и тебе все как следует показал. И сейчас я перейду к тому, что установлю сюда койлы под веселую и зажигательную музыку, и потом мы по поводу этого безобразия, как и всегда, поговорим. Ну и, конечно же, дорогой мой друг, прислушиваться к моему мнению или нет, это абсолютно не твое дело. Так что ставим койлички уже. Все-все-все, погнали. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует... 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 там каждый раз просто вот в серединку накапал и все, и дальше всем этим делом пользуюсь в общем, когда снимаешь здесь купол, смотри, чтобы верхний обдув у тебя был открыт, чтобы вот эти вот кольца раньше времени у тебя не сдернулись, это ребята тоже реализовали, большие молодцы, хотя в принципе можно было сделать ну типа не из-за кастомизации, что вот типа съемное вот это колечко здесь можно было посадить на вот эту вот посадку когда типа разгоряченный металл вроде как садится, потом он остывает, сужается и у нас получается кольцо, которое как бы обнимает сам купол и уже оттуда его никак не снять и не вытащить, можно было сделать в принципе так, но тогда не разберешь и все не промоешь, тут как бы вот понимаешь, что эти качели либо-либо-либо-либо начинаются с топора есть, короче, все понятно четвертый лосец за стойки абсолютно простые, абсолютно логичные, просто вот два койла поставил затянул винты и все я установил здесь койлы, как я тебе сказал так они у меня и остались, то есть они у меня здесь стоят не ближе к середине как я ставлю обычно на космонавте а я поставил их ровно под обдувами то есть под нижними обдувами поставил вот так вот, чтобы они равномерно снизу обдувались, плюсом ко всему они ближе стали к боковому обдуву и поэтому я могу правильно использовать и нижний и боковой, хотя все равно он будет как-то снизу поддувать, поэтому вот такой тут псевдо нижний боковой получается, короче говоря тут все в порядке, пятый лосец у меня здесь идет за вкус, вкус более чем меня устраивает на этой дрипульке, это тот момент, когда я могу использовать дрипку в разных вариантах, то есть я могу ее использовать с нижним обдувом, сладкая, приятная, хорошая типа очень хороший вкус, все более чем устраивает перекрываем полностью нижний обдув, открываем боковой обдув вкус бесспорно меняется и как мне кажется, при полностью даже открытом боковом обдуве мне здесь не хватает воздуха то есть такое ощущение, как будто у меня пережигаются койлы, то есть типа вот эти вот боковые отверстия, они не совсем ну как сказать, не совсем получается обдувать койл, потому что он как-то дует сбоку возможно это из-за того, что койлы очень близко расположены к боковому обдуву и за счет этого типа середины вот здесь вот то есть вот койл вот здесь вот сбоку дует на него воздух, а вот это вот место противоположное внизу, оно пережигается, перегревается за счет того то, что сюда меньше попадает воздуха вот в эту вот сторону, таких естественно проблем нет абсолютно никаких, когда я ставлю только нижний обдув, потому что койл у нас обдувается ровно, равномерно со всех сторон, то есть прям обнимает и полетели наверх да, вкус на нижнем обдуве однозначно мне нравится гораздо больше, здесь вот просто тебе надо понять, как тебе нравится, либо так, либо так ты можешь и тот, и другой вариант без проблем использовать шестой лосец здесь мы ставим за навал ради этого я зачем-то открою здесь все на свете отверстия обдува мне нужно это аккумуляторная вот эта вот витродуйка, которая листья, знаешь сдувают с этих, с дорожек вот я обязательно себе такую куплю, чтобы вот эти вот облачища потом после обзоров раздувать, просто открывать окно и выдувать все нахрен из комнаты короче, валит дрипка на все бабки с ней прям можно на каких-то клаучейсерских этих вот фестивалях, которые естественно канули в небытие можно с ней участвовать, потому что воздуха в ней полным-полно, но опять же за счет вот этого вот нижнего обдува она не завоздушивается когда в ней, ну типа, открыты вообще все на свете отверстия у меня еще будет дрипулечка тоже от хеллвейпов, как-то она там называется, это, господи, а как она называется, у меня эти названия у них начинают уже просто из головы вылетать дрипка называется серии или серии, как-то вот так вот то есть типа она исключительно заточена только под навал то есть она такая типа завоздушенно-объемная когда у тебя открывается полностью обдув пропадает нахрен просто вкус но там и других проблем полно поэтому и потом еще дальше поговорим как будет у меня время здесь это сниму и тебе и про нее обзор все тебе расскажу по навалу все здесь более чем хорошо и опять же в тот момент, когда дрипка валит на все бабки, она не теряет слишком много вкуса не перевоздушивается камера все равно вкус остается но мне нравится больше все-таки когда вот нижний обдув полностью открытый а боковой обдув в принципе можно было не делать вообще заклеиваю нахрен этой изолентой кстати, немаловажный момент что мне очень нравится во-первых, ну типа понятное дело как они это сделали то, что у нас разборная вся дрипка то, что когда мы поворачиваем обдувы и верхний, и нижний у нас вот эта вот точка где вот видишь сейчас вот сталь у нас видно внутри, это видно нашу базу и так далее я поворачиваю вбок и здесь все черное та же самая история у нас вот этим вот боковым обдувом когда я поворачиваю все черное многие производители, даже именитые они забывают про этот момент, что обдув у нас крутится и в эти отверстия видна у нас потом внутренняя часть дрипки и ты на черной дрипке поворачиваешь обдув куда-то вбок и у тебя просто вот такое белое пятно ну типа стальная часть дрипки у тебя виднеется здесь же это никакого нету момента это полностью full matte black дрипка то есть здесь нет никаких там типа этих цветных элементов, которые видны были бы из-под колец или еще что-то типа того здесь единственное, что у нас вот как бы стальная гравировочка, чтобы ее хоть как-то было видно на этой дрипке где гордо написано detrebit pro на вот этом вот колечке но опять же с другой стороны дохло у кролика никто не нарисовал я опечален седьмой лосец, не знаю зачем но они в комплектацию продолжают вкладывать здесь сквонг-пин то есть данную дрипку ты также можешь использовать на сквонке то есть типа она юзабельна и если у тебя есть какой-нибудь двухаккумуляторный очень-очень мощный такой нарядный сквонг с бутылкой там на 10-15 мл на два аккумулятора там 21700 или 18650 из последнего, что я могу такое вспомнить что скорее всего уже давным-давно кануло в небытие это Topside Dual от компании Dovpo очень-очень хороший экземпляр под сквонг под вот такие вот навалистые дрипки восьмой лосец за первый запуск то есть в комплекте у нас есть и вата, и койлы чтобы ты сразу мог запустить это устройство то есть там даже какая-то мерзкая синяя отверточка есть в дополнительной комплектации если у тебя получится запустить мне вот очень хочется чтобы директор компании HellVape самолично как-нибудь попробовал этой синей отверточкой обслужить устройство потому что сколько раз я не пытался я не мог нормально затянуть ножки койлов ну просто у меня сил не хватало просто приходится маленькую отверточку вот так вот двумя пальцами держать и настолько сильно ее сжимать в руках что аж кожа белеет ну вот типа это неудобно а это просто вот типа чтобы она там была как знаешь знак качества китайской индустрии вот эта вот синяя отверточка не знаю по сей день нахрена их прикладывают это просто вот как кабель USB Type-C и про это надо забыть просто вкладывать этот в комплект ну короче здесь есть комплект для первого запуска есть вата есть койлы есть отверточка и тебе остается только взять какой-то бокс-мод, мехмод или еще что-то и жидкость тебе нужна для того чтобы запустить это устройство первый запуск присутствует 9SS естественно это дополнительная комплектация то есть типа там в комплекте есть у нас винты ринки, склонг-пин типа вот эта вот вся чепуха также здесь у нас в допах есть дополнительное вот это вот колечко для кастомизации данного устройства и также здесь есть этот дриптип еще один то есть есть двусоставной дриптип очень хороший мне нравится прям симпатичный, хороший, заниженный приятный такой вот дриптип аккуратный то есть он в принципе очень хорошо органично выполнен и также есть такого же абсолютно размера но полностью пластиковый если этот каким-то образом будет тебе губежки видимо прижигать там вот отдельно пластиковый дриптип положили 10 лосец я естественно супер проповоротился он должен был быть первым лойсом но я про него забыл и поэтому написал его в конце за 7 цветов данной дрипулечки и цвета именно картинку цветовую я нашел таким образом чтобы ты видел в комплекте с какой дрипкой идет дополнительное кольцо какого цвета то есть здесь вот на каждой дрипке у нас прикреплено кольцо того цвета которое лежит у нас с дрипкой то есть если это дрипка там цвета рейнбоу в комплекте розовая если дрипка красная в комплекте серое кольцо если дрипка синяя в комплекте тоже там какой-то темно-розового цвета то есть типа вот чтобы ты понимал какая у тебя здесь может быть кастомизация вроде бы понятно 7 цветов у меня вот например вот такой и просто черный можно вот если хочется очень сильно красное кольцо сюда налепить для какой-то кастомизации вот я столько раз сказал про эту кастомизацию а вот я тебя обманул не 10 лайсов будет а 11 лайсов 11 лайсов я поставлю за кастомизацию из коробки вот так вот что хочу то ворочу мои обзоры я несколько раз уже сказал за это видео о кастомизации кастомизации а лайса за кастомизацию так и не поставил поставлю лайс за кастомизацию прямо из коробки то есть в комплекте у тебя есть дополнительное вот это вот бесплатное как у них это написано бесплатное есть в комплекте колечко которое ты можешь сюда прилепить и дриптип и таким образом ты можешь видоизменить внешний вид данного устройства Возможно, где-то отдельно существуют вот эти вот колечки, какой-нибудь там ринг-кит, что-нибудь вот такое, где у нас есть там разноцветные дриптипы и разноцветные кольца. Или там отдельно кольца, отдельно дриптипы всех разных мастей, всех разных цветов. На самом деле, ребята из компании Hellwap могут не чураться и без проблем реализовывать вот такие вот дриптипы отдельно, потому что тут как бы и надпись на нем есть Hellwap, они уже забрендированы и так далее. Это хороший дриптип. То есть, типа, если вот где-то там, знаешь, как там, на Алиэкспрессе еще где-то там люди типки себе берут отдельно, просто побаловаться для себя, что-нибудь интересное новое найти, вот такие вот дриптипы я бы хотел, чтобы где-то отдельно существовали, потому что мне бесспорно нравится этот дриптип. Вот, типа, сколько я уделил времени в обзоре этому дриптипу. Он плюсом еще там что-то с каким-то там напылением серебра, какой-то антибактериальный, еще какая-то чепуха, но изначально он был очень вонючий. Когда я достал ее из коробки, только начал вертеть в руках, она была в каком-то то ли в глицерине, то ли в чем. Это, возможно, сделано для того, чтобы оринги не залипали. Естественно, я сходил все это дело промыл, потому что изначально дриптип был какой-то липкий и неприятный. Вот здесь вот наверху на это, естественно, все отмывается, никаких вопросов. Как это все там транспортируется и поставляется, это отдельный разговор. Самое главное, что ты должен отмыть устройство перед тем, как им пользоваться. Это как бы все равно, что перед завтраком или обедом или ужином ручки помыть. Да или, в принципе, руки почаще мой, вот пришел с улицы домой сразу, хоп-хоп-хоп, ручки помыл, чтобы бациллы потом по дому не разбрасывать. Все, теперь уже 11 лайцов, минусов для данного устройства у меня нет абсолютно никаких. Даже вот тот минус, который я хотел бы поставить, то, что здесь кольца слетают, когда ты дрипку пытаешься открыть, они тоже его предусмотрели вот этим вот стопором на снятие, как я его на ходу назвал. То есть вот так вот стопор на снятие даже здесь присутствует, он, я говорю, внешне очень сильно напоминает какой-то этот Reload X. То есть вот эти вот как бы вырезы, как бы выточки, вот такая вот всякая чепуха, они абсолютно, естественно, бесполезны, они ни на что здесь не влияют. То есть вот эти вот все полоски просто вот так типа декоративно аккуратно сделаны дрипка. С учетом того, что она на 24 мм, на мехе посадка на 25 мм, получается как бы лесенка, 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 лесенка и дриптип. То есть такая вверх собирается штуковина. Очень прикольный получился такой вот кит. И мехмот на 21700. Смотри, какой он малюсенький. Кракен второй версии. У меня пар в бороде запутался. Все, я не знаю, что тебе еще тут сказать, рассказать, объяснить про эту дрипку. Это очень хорошая дрипулечка. Ребята из компании Hellway большие молодцы, что в принципе продолжают всем этим делом заниматься. Потому что если сейчас посмотреть на рынки, новые устройства, именно какие-то баки на свободную затяжку, дрипки на свободную затяжку, что-то вот такое обслуживаемое до сих пор выпускают они. Кто-то перешел там на IU системы, кто-то там на поды вообще с головой в это во все ушел. Кто-то в принципе все забросил нахрен и стал заниматься своей дочерней компанией, типа там каких-нибудь там гикбар и так далее. Ну типа одноразки делать, что-нибудь, какие-нибудь вот такие вот штуковины. То есть в этот, ребята, настойчиво, очень плотно занимаются обслуживаемыми устройствами. И если ты такой же старовер, как и я, и продолжаешь наматывать свои вот эти вот пружинки на эту, на отвертку, на правую, да-да-да, нистовый лайк ребятам, конечно же, надо вылепить. За то, что в принципе в эру подов, одноразок, солевых жидкостей и всего вот этого продолжают делать какие-то такие обслуживаемые устройства. Даже посмотрите, если на мой канал, на видосы, практически все последние видео на обслуживаемые атомайзеры, это атомайзеры от ребят с компанией Hellvape. Баки, дрипки какие-то там, вот у меня еще МТЛ-ный бачок, где он, вот он у меня стоит, этот вот, который Детребит МТЛ, вот здесь вот тоже надо как-нибудь на него обзор сделать. Ну то есть, типа, все вот эти вот обслуги выпускает одна компания, за что им большущее спасибо, ребята, вы большие молодцы, неистовый вам за это респектую. И как бы претензий к этому устройству у меня нет никаких, то есть я не могу что-то там сказать, что она как-то неправильно работает, как-то там койлы неправильно обдуваются, нет, это абсолютно не стыдная, очень хорошая дрипка на повседнев, с замечательным вкусом, с нижним обдувом, с боковым обдувом, если тебе захочется. Очень вариативное и приятное устройство получилось. На этом у меня все, да, думаю, да, все, заканчиваем. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел бы сказать тебе по поводу данного устройства. Я хотел бы сказать огромное спасибо ребятам с сайта GoSmoke, конечно же, за предоставленное мне устройство на обзор, и огромное спасибо за поддержку моего канала. Ребятам неистово еще раз респектую, как я уже тебе вначале сказал, то есть, типа, пока есть GoSmoke, будут обзоры на железо. У них постепенно подтягиваю какие-то девайсики, обозреваю и тебе показываю. Опять же, не все на одноразке смотреть нам каждый день. Кстати, в этом месяце, по-моему, я не помню, не в этом, по-моему, в следующем месяце, да, в октябре, в октябре у меня, по-моему, не будет ни одного обзора на одноразке. Не говори чур, пока не перепрыгнешь, ага. Не говори чур, не говори гоп. Понимаете, все поперепутал уже, все, заканчиваю, конец, все, все, в финале. Тебя, друг, конечно же, как всегда, прошу подписаться на мой телеграм-канал, который называется Миша Коробка. В нем также выходят мои видео-обзоры, еще там есть ламповый чат для отдельного общения, еще я там записываю кружочки. Маленькие круглые видео, этими видосами я привношу в телеграм какую-то свою личную внеобзорную жизнь. Если тебе подобное интересно, подписывайся, конечно же, на мою телегу, в очередной раз повторяюсь. Также у меня есть мой собственный продукт, конечно же, это линейка жидкостей Монах, которая пока еще, все еще выпущенная в шести вкусах. Мы сейчас готовим со всех сил новую линейку жидкостей Монах. Мы решили эту линейку дальше не развивать и сделать как бы ответвление от этой линейки. То есть, типа, она также будет называться Монах, но не так же. Так, вот, хитренько мы там все делаем. Я надеюсь, как бы зайдет, мы постарались на славу, как мне кажется. Остались все вот эти моменты, там, дизайны, коробки, этикетки и так далее. Вкусы уже утверждены. Скажем так, свою работу я сделал по максимуму. Дизайн утвердил, вкусы утвердил. Теперь все вот эти вот делательные дела. Это, опять же, линейка жидкости 50 на 50, целевая версия, все дела, бла-бла-бла. 600 раз тебе про это говорил. Ну и моя финальная коллаборация на данный момент, которая вышла, это линейка жидкости, которая называется Хаски Мишка. Вот так как-то все это дело выглядит. Сделали мы все это вместе с компанией Прайд Вейп и ребятами Вуду Лаб. Все время хочу сказать ребятами Хаски, но типа это компания Вуду Лаб и Прайд Вейп. Это вот, кстати, три новых вкуса, которые вышли самыми-самыми крайними. Это малина гранат, клубника банан и фруктовая жвачка. Эти три вкуса у нас уже после основного дропа линейки вышли. То есть там было 11 вкусов и здесь еще 4. То есть это вот те, которые уже доделывались после того, когда был уже официальный самый главный дроп. Когда дропнулось это все. Что за слово дроп? Ну как это по-другому назвать? Выпуск или еще что-то типа того. Короче говоря, целевая версия 50 на 50, тоже тугая затяжка, МТЛ или же подсистемы. Вот как-то вот так. Ну и теперь абсолютно точно все, да. Давай прощаться. Если ты впервые оказался на моем канале, ты не знаешь, что я такой. Меня зовут Миша. Приятно познакомиться и добро пожаловать в мою коробку. Но если, друг, мы с тобой давным-давно знакомы и ты все это прекрасно знаешь, то просто-напросто пока. Всего хорошего. Только счастья, здоровья тебе. И желаю, чтобы все на свете у тебя получилось, все было хорошо. Чтобы буй стоял и лодки плыли. Все. Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Вот, все. Ты заходи, если что. Следи за собой, будь осторожен. Следи за собой.